Братья-месяцы Этот день в старину называли «Марья, зажги снега, заиграй овражки», тем самым указывая на все оживляющее действие солнечного света. И, конечно, основными героями этого весеннего дня были вода и солнце, ведь на Марью снег и за колодой растает. И тогда побегут по улицам, запляшут, играя всеми цветами радуги, озорные ручейки, смывая по пути остатки зимних метельных карнавалов. А встретившись друг с другом где-нибудь за околицей, помчатся по оврагам к реке, чтобы помочь ей, матушке своей, отворить ледовые ворота, морозами кованые. Поберегись, ледяное царство, Марья половодье начинает. А пока солнце тешится, ручьи забавляются и реки, тяжело вздыхая, пытаются сбросить с плеч поизносившиеся ледяные латы, хозяйки критически осматривают сусеки и погреба. Что и говорить, заметно успели они опустить за долгую зиму, даже кислой капусты и той не осталось. Вот поэтому имела апрельская Марья еще одно прозвище, правда уже не такое благозвучное, как первые два. Звали ее в народе Марья пустые щи, выкручиваясь кто как мог, чтобы продержаться до нового урожая и семью на голодном пайке не оставить. А еще была такая ироническая поговорка «Захотел ты в апреле кислых щей». Дело в том, что зимний запас капусты у крестьян заканчивался уже в марте, и о кислых щах приходилось лишь только мечтать. Зато приходило время варить апрельские щи, которые назывались пустыми. Поэтому и говорили «Пришли на Марью пустые щи». Русские люди всегда любили сварить такие щи, чтоб ложка стояла, а тут пустые. О жидких же щах они иронично говорили «Щи хоть портянки полощи». В этот день крестьяне гадали, если не видно ночью звезд, жди теплой погоды. Синие облака к теплу. Лед сходит вдруг быстро, год будет легкий, хороший. В этот день разольется полая вода, то будет большая трава и ранний покос. А значит, будет чем кормилец, коровышек да лошадей зимой прокормить. Полных закромов вам, славяне! Братья-месяцы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделает DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...